Вот и апрель, звенит капель, и солнце славно припекает, К мечтам благим располагает, кто на рыбалку, кто на сад, А кто и огороду рад. Где зеленее травка, а где еще снежок лежит, И воздух так весной манит, природа снова обещает Любовью всех нас обновить. Я принимаю обновление весны прекрасное творение, И с соловьем запеть готов, в очарование погрузиться, И с жизнью милой насладиться. 18 апреля, день Феодула, назван в честь святых мучеников Агафопода и Феодула. Феодул был молодым и красивым. Во время гонения на христиан, их стали убеждать поклониться языческим богам. Он твердо стоял на своем, им повесили жернова на шею и утопили в море. Родственники, взяв тела святых мучеников, с честью похоронили их. Потом святой Феодул явился им с пресветлым лицом в белой одежде И повелел раздать нищим, сиротам и вдовам все свое имущество. На Феодулу крестьяне открывали окна настиж и произносили специальные заговоры, Чтобы в доме не остались гнилостные ветры, переполохи и разного рода вредные духи. Для этого устраивали сквозняки, чтобы теплый ветер выдал вон все вредное. Переполохом называли болезнь, которая была получена в результате воздействия на человека вредного ветра. При этом верили, что можно подхватить эту болезнь во сне. А изображали переполох в виде мифического существа. Знахари занимались изгнанием его из человека. Например, сегодня они зажигали спички, брали лучину и опускали ее в кружку с водой. Затем шли туда, где произошел испух и произносили заговоры. Далее эту воду давали выпить больному человеку. Либо отводили больного к реке, читали над ним заговор, а потом умывали его проточной водой. День Федула всегда связывали с приходом устойчивых теплых дней. Зима окончательно уступала свое место весне. На этот счет существовала поговорка. Пришел Федул, теплый ветер подул. Окна отварил, избу без дров натопил. Приметы. Федул теплый указывает бабам, какая погода на марка, то есть 8 мая будет. А мужики глядят, что будет на Николу 22 мая. Если на улице все отчетливо слышится, ожидай ненасти и ветреной погоды. День сегодня теплый и безветренный, а ночью становится прохладно к устойчивой, хорошей погоде. Снега во враге еще много, пора пахать. Читаю комментарии, очень интересные. Прошу вас скажите, я пила урину 2 месяца и видимо пошло обострение заболеваний. Кризис. Нужно ли мне продолжать ее пить или прекратить? Ответьте пожалуйста. Я ответил, не уверен, не обгоняй. Понятно? Че не понятно? Значит, для того, чтобы чем-то заниматься, сначала надо узнать, что это, как это работает. Да, какие методы, что при этом наблюдается. Я не знаю, сколько вы, поскольку вы пили. Что за обострение заболеваний у вас пошло. Вот. И при этом, знаете, вот, как бы сказать, я должен разрешить или запретить. Я написал книги для того, чтобы вы, прочитав их самостоятельно, разобрались, что и к чему делать. Если вы это не понимаете, я уже неоднократно говорил, не уверен, значит, не зная броду, не суйся в воду туда. Что потом обострение пошли. То ли это обострение, то ли это не обострение, то ли еще что-то там такое. И самое простое, знаете, вот, применяется самое простое. А, буду мочу хлебать, и все, значит, она сделает за меня. В любом случае должна работать ваша голова. Поэтому возьмите прежде всего ответственность за свое здоровье на себя, любимого, любимую. И вот тогда сразу станет ясно, что, что и как. А не просто вот так вот. Сегодняшний разговор докладаю вам. У меня знакомый. Ну, висок у него такой большой живот. Значит, гланды вырезаны. Желчный пузырь вырезан. И вот в последнее время у него начало болеть горло. Говорю, тут не пойму, ни с того, ни с чего. Что-то там вот с дачи приеду. Горлышко там побаливает. И вот печень стала побаливать. То есть, вот это вот болит. И при этом он добавляет. А вот интересно, я уже там три дня не хожу в туалет. И что-то и не хочется. Я говорю, так слушай, это у тебя запор. Он говорит, нет. Запор это когда тебе хочется. Якобы там все заперто. А ты не можешь. Я говорю, знаешь, существует понятие, что такое запор. Если у вас стула нету в течение суток, а тем более двух, это уже запор. Хочется вам и не хочется. Ну и дальше, так сказать, просвещаю. Вот смотри. Все, что ты съел в течение трех суток, а ты же ел, да? Все это, грубо говоря, превратилось, частично усвоилось, частично превратилось в отходы, которые спустились в толстый кишечник. И там, вместо того, чтобы выйти естественным путем, в толстом кишечнике происходит всасывание. Вот, за три дня, а до этого, что у тебя же еще было, так вот, все это всасывается. И куда всасывается? Естественно, в кровь всасывается. Первое, куда направляется кровь от кишечника, это она направляется в печень. Поэтому печень побаливает, ничего удивительного нет. Далее, вот эта всасывающая мутота, которая по крови болтается, в виде, так сказать, какой-то там субстанции, она начинает выделяться, то есть включаются следующие системы выделения. Это кожа, это дыхание, это носоглотка. Поэтому то, что у тебя там першит в горле, там, все это там такое, тоже можно отнести к тому, что у тебя произошло работа твоего горла, тем более там удаленные там ланды. То есть вы введите причинно-следственную связь. Об этом я очень много говорил. Если вы этого не понимаете, вот я вам говорю, лучше этим не заниматься. Дабы не навредить себе, и потом сослаться, и сказать, да, там, глупости там все это делать, и вот это, таблеточки попиваю, и более-менее нормально. Изучайте, как вот, некоторые говорят, мать-часть. А изучив, изучив, осторожненько пробуйте, при этом, чтобы вы понимали, что можете вовремя вернуться назад и так далее. Либо же возьмите ответственность за свое здоровье, за свою жизнь, за свое благополучие на себя и работайте. Хау! Я все сказал.